Девушки отдыхают Глядя вот на сайт пик команд Я скажу сразу, что АСД проиграли все свои шансы Прямо, наверное, сейчас Но я могу ошибаться И это будет только круто И здорово и весело для всех нас Поэтому будем надеяться Будем надеяться, что все хорошо Начнется для АСД уже в первом пистолетном раунде Ну и первая пистолетка, друзья Так, был ближний рез, падрен Давайте смотреть, будет ли это А Или все-таки... Нет, это не будет там Это будет слоу-плей, боятся сейчас подрыва нуля Боятся быстрого выхода Не хотят попасть под раскидку сразу Вчера с пистолетками были проблемы Но здесь залетает Ангелу, что есть сил Что есть мощь И по-другому даже это не назвать Под маяком находит он Пимпа И шальной пулей добивает Смотрим на МСЛ Уверенно! Как уверенно он сыграл! Какой минус? Вышел, увидел, навелся, убил Все произошло буквально в секунду Шансов просто у бедняги Адрен там даже не было С пингом 120 его разглядеть 130, даже 140, практически так Дося играет пока что Роль плавного воина Который должен, опс Должен был зачекать Аплент в итоге дочекался Ангел закрывает мейн Знают игроки СД То, что на как минимум двое Будут пытаться выбивать Девятка так С маяка никого нету Поджимается радио Эйзи минус один дает И Бэйзи дает еще второй минус Посмотрите по Маркелову Как мы упустили этот момент И выбивает бомбу И выбивает бомбу Это просто эпик Ангел, один в два Но это ого-го-го-го-го Вот Кучер сейчас негодует Ну, Ангел забирает бомбу В принципе, три минуса он сделал 24 секунды есть до конца раунда Глейв уже играет с ним на чек И Глейв походу видел Да, Глейв засек вилку Засек спуск одного из игроков А это всего лишь один единственный Ангел И сейчас будет весело И ничего не произошло Вот теперь точно весело И Красный остается живой Его не закрыли Ай, датчаня Ну вот Не знаю Сырбор какой-то получился Не смогли одновременно выйти И все сделать Садится сразу же На пятую точку Глейв начинает дефить Ну и как мы видим Первый пистолетный раунд Уходит просто Фиг знает куда Найс ярд пишет Пимп Найс раунд пишет Пимп И Ангел ему говорит Просто спасибо Ну правильно Да, минус был действительно Роскошный Шикарный И даже зрелищный Но По таким минусам Начать раунд И закончить его Вот примерно так Это вообще бред Непонятно как Эйзи умудрился Аркадия с радио Сделать минус 2 Непонятно как Игроки СД его не услышали При том что на нуле Были вдвоем Один из них играл От стенки радио Просто полная Какая-то жесть Ну что Выход Улица Попытка прорваться Прорваться под 9 Наверное сейчас будет Если сделают минус Но 3D Max Со своим вот этим Датским пассивно Закрытым стилем игры Вряд ли позволят Подойти к своим позициям Настолько близко Что пистолеты имели Какой-то реально вес Вот все то же самое В плане бая Делают сейчас Игроки Коллектива СД Закупают ангела Разрешают ему Закупиться Вряд ли это Какая-то Своевольная амбиция Наверное просто Так привыкли Это типа парни Кто косячит первым Конечно же Кирилл Эйзи минус адрон Радио закрыто Поджим Так 3D Max Поджимает рам Получает инфу Все знают они Все расклады Смотрим на ангела И он как ангел Почти залетел На девятку Зверь В будке Также есть игрок защиты Ну под 9 Можно попытаться пройти Глейв все еще Красный пытается Найти Свою жертву Но по-моему Жертвой может оказаться Он если не покинет Опасную Покинул опасную позицию Глейв 20 секунд до конца Раунда СД ждут второе Пришествие Иисуса Христа Или бомбу идут ставить Пока непонятно Кучер просачивается На рампы И бежит просто вниз Ставить бомбу Раз принимает ангела Досю И пимп услышал Пимп услышал вниз Все кучер ставит бомбу Ну вот этого точно не ждали Но тем не менее Свой профит В финансах СД получают В этом раунде 3D Max Конечно сейчас Немножко не понимают Неадекватных действий Своих оппонентов Просто здесь В этом раунде Было Две возможности И обе ее не реализовали Почему Играя против 9 Решили подсадиться Именно вот таким способом Когда бесшумно Можно просто взять И залезть на Девятку Совершенно спокойно И с подоком Вот это мне не ясно Тем не менее Бай Тем не менее Бай от СД Кучер будет играть Роль снайпера На улице Посмотрим Будет ли у него залетать Так ангел Адрен Кучер Ииии Кучер по моему Сейчас Да не получится У него здесь Делать фазум Раскрыться Как видим Пимп уже просто Ждал с красного ящика И Надо было все таки Дождаться Наверное Имели здесь его Тиммейтер со скалы Но вот поспешишь Людей насмешишь И вот тут даже Не рассмешишь А люди плакать начнут Если такое произойдет Ангел идет за ВП Забирает АВИК Но Пимп уже не горит Желанием дублировать Свою успеху Улицы Может быть конечно Будет какой-то Выпадающий момент Ангел Моментально наводится На поджим снизу Маркелов Развлекает А И 3D Max Просто Ждет Так Пимп демонстрирует Сейчас мобильность Но его ВП Как видим На радио не пригодилось Азарцы думают Это вот видимость Атаки на рамп Создает сейчас Адрен вместе с Маркеловым Непонятно правда Будут ли они туда выходить Или все-таки Да подождали И услышали то Что на низ притягиваются Игроки 3D Max В этот момент Самый Самый Удобный для того Чтобы зайти на рампы Глеев На пукане Забирает его Ангел 4 в 4 Ааа Марик Просто сейчас Едва-едва Словил удачу Ну вот уже пошли Знаете Тайминги И игра похожая На Counter Strike Со стороны Украинской команды Выход на точку Рэлс Попытка застать Врасплох Дверь Но сразу Закрывает Маркелов Дыбки своих тиммейтов И не справляется Сейзи 2 в 2 И у Казаха 81 хп Доси красный И его позиция В пленте Не самая выгодная Конечно Для Доси Пимп Все Ну эту бомбу Просто можно здесь Спокойно выиграть Да именно это делает Адрен Но вот понимал Здесь уже пимп Потому что с ВП Шансов никаких нет Если не убил 9 час То потом Шанса просто Никакого не будет Ну и вряд ли Такой опытный игрок Как Адрен Просто будет вестись На мовы С этой бомбой Типа развод на Дефьюз И все прочее 2-1 Ну вот уже посмотрите Уже не так как вчера Вчера было все Намного хуже И Если вспомнить Вчерашний матч То карта Данюк Оставила просто Самые негативные Впечатления Для СДшек Сегодня выглядят Вроде Ну все еще пока Как микс Ничего конкретного Но вот в одном раунде Тайминги выдержали Очень хороший Ангел Вот не заметил Под девяткой Здесь он Беднягу Пимпа Которому удалось Отцепить себе Ну невесомый Девайс Просто обычный Как бы П-90 Рейлс Вот видимо Такими темпами Дачане собираются Выигрывать сейчас Все перестрелки Сьюспа Законтрил в одного Ну что за просто Жесть Так Ну что ж Пойдут на вилку 2 в 3 Будут пытаться Пимп Повелся на гранату Зачекал Но Не стал бежать Но эту бомбу Просто сейчас Дождутся Раз конечно Не хочет здесь терять Сейчас АКМ Очень полезная Мы это с вами знаем Большинству игроков На самом-то деле Удобно играть Именно с АКМ А не с кольта Поэтому никто Никогда не откажется От АКМа на дропе Да и дроп Прижним Быть не может Бомб взрывается 2-2 И закваска Пока достаточно Интересная В этом матче Закончится Непонятно чем Ну если вспоминать Инферно То 3D Max Вели практически Всю первую половину Уверенно играли В начале второй половины Позволили даже Себе несколько раз Зафейлить И тем самым Даже вы И выигрывали раунды Даже просто С ультрафейлами Но вот На нюке Как видимо СД решили Все-таки сразу Дать леща парням Из 3D Max Это радует Это значит То что Сегодня немного полегче Будет играться Маркелов Четкое чтение Стрейфа Фрелза И Оупен фраг На Апленте А вот улицу Пока что не удалось Разыграть На профит Но тем не менее Тем не менее Заставили защиту Раскидать гранаты Заставили Чувствовать себя Достаточно неудобно И 3D Max Сейчас просто дергается Они не знают Надо ли им перетягиваться Так МСЛ пытается ловить Марика все еще Перестрелка на А Перестрелка на улице Все что пока можно сказать Об этом Вот кто откроет Не ясно Пимп И ой-ой-ой Рискнул Здоровьем Получил от кучера пулю Пулю пилюлю МСЛ Заходит в дверь Аркадий в ноль Видит Марика Тот уходит В последний момент За стенку И МСЛ не рискует Дальше на него идти Зная какая реакция у Егора 3 в 5 Честное преимущество Должно быть закреплено Бомбой В идеале МСЛ получает Прострелом от Маркелова Вот это жесть Выходит Марик за бомбой Но это по-моему Нижний план МСЛ в ожидании Выпада с длинного Это Доси Эйзи Вот забирает второго Но это по факту Будет Габелла Не забирает второго Эйзи Видит третьего Контрит Марика Но Ангел держит Его под прицельным огнем И кучер завершает Этот раунд Последним фрагом Но в идеале Все было очень-очень четко И даже если бы Глейв убивал кучера Это было бы 1 на 1 И бомба на 9 Либо под 9 Тем не менее Чутка не хватило Но наглость Наглость опять-таки Датская наказана 2-3 Раунд преимущества И хорошие шансы На то Чтобы взять все свои 6 Но мы не будем Знаете Списывать 3D Max За счетов на этой карте Вообще ни в какую Во-первых Это датчане А во-вторых Они медленные И атака у них Должна быть здесь Немножко Пожестче чем защита Хотя Знаете Это не 1 из 6 школ А унтерстрайка Это сурсеры Поэтому Вот играть медленно И аккуратно Внимательно И грамотно Не присуще В сурс сцене было Ну то есть Сразу видно Что человек играл в сурс Да попадает Но Что-то не так Ой-ой-ой Как кучер сейчас угостил Релзом 2-4 Матч будет продолжаться 4528 убийств У Маркела На девайсе Но это в принципе Видение с Гоу ТВ На самом деле Цифра Нереальная И скорее всего Даже другая Ну что ж Давайте смотреть Как разбегутся Сейчас 3D Max Так по-моему Один будет играть Маяк Да Один играет Маяк Два рам Два улицы И Апленд По факту Отдается Ну Релз в качестве Суппорта Я ВП От Пимпа Ой-ой-ой Вы посмотрите Пимп походу Сейчас даже не знает О том Что два игрока Уже находятся В длинном Тут можно было Просто заходить В ангар И идти его резать И резать его друга И это жесть какая-то Тем временем Напряжение на Аса Сдается Достаточно полное Так вот Пимп здесь Как-то на верочку Хочет контрить По-моему Хотят раскидать Апленд Сейчас Игроки SD Просто пока Непонятно Их реальное Предназначение Так Маркелов Уйдет Кадрену Или нет А то же Бедняги Там скучно Но рампу Он развлек На ура 5-5 45 секунд 5-5 И 45 секунд До конца раунда Первые действия Начинаются За Адраном Там уже 3D Max Готовы Принимать Есть просто Спрей Ну вот Своеобразный Ал-ин Сейчас отыграли Парни Стоит это Отметить Кучер Прошел В длинный Но слишком Поздно Увидел Плент Ангел Он сейчас Под шумок Ангел Должен был Убивать На самом деле Рейлза И Рейлз Кучер Нет 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 Не будет Здесь фрага Слишком Бесконтактная 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 игра От АТСД Заходит Ждать Интересно Здесь уже 3 в 2 И Любой Следующий Минус Будет Очень-очень Полезным Но вот Понимая Тимплей Датчан Становится Ясно Что Смотрите Двое Специально Выдерживают Паузу Они Хотят Заставить Сейчас Игроков Команды СД Контролировать Только канал И в итоге На врыве Идет Проигран Нет Проигрывается Перестрелка Бомба Не встала 9 секунд 8 секунд Шансов Нету Ангел Уходит на сейв Надо было Прикрывать Внимательнее Опять таки Вот Тимплейный Выход И Привет Сладкий Релл зажал Но слишком Поздно Ну и Восьмой раунд Заканчивается Для СД Вообще Катастрофически Плохо 4-4 Два раза Могли начать С численным Преимуществом Два раза Могли Просто Лидировать И Не париться Насчет игры Во второй половине Но свои 4 взяли Свои 4 взяли Если вспомнить Матчи на Лан соревнованиях То у СД проблем Никогда не было Если 4 за атаку Есть То во второй половине Все как надо Даже если пистолеты Проигрываются Но Тем не менее Мы иногда даже верим В невозможные И вот касательно Вчерашнего дня Когда Маус Спортс Просто бомбили За защиту Все СДшное нападение То Сегодня Становится понятно Что СД вчера Либо были не в форме Либо у них Было что-то Еще Один момент Один момент Извиняюсь Меняем статус В скайпе И Опа Возвращаемся Обратно в КС И Ангел Здесь уже дал Пачку Вейзи Вот стараются Знаете Таким же медленным Стелеком Разыгрывать Сейчас Газуальным Наверное Даже можно сказать АСД Ставится бомба Привет Рэлс Привет Дося Грит Глейв Два в одного Ну Бывший капитан Команды Кирилл Карасев Ныне Должен Ох Ныне фраг Лидер И сейчас По-моему Длинный Его убьет Вот это да Вот это да Стоял Ждал Ждал Пимп Пимп Ждал В итоге Они ждали Друг друга И получилось Так что Ангел Просто Повелся Тупо На дефуз 5-4 Пятым раундом Пока не пахнет 3-5-4-8 3-5-3-2-5-7 Ну в принципе Это рабочие Деньги Для команды СД Про экономику Защиты Пока можно Промолчать Несмотря на то Что они берут Раунды И отвечают Пока что Вот смотрите На серию Из 4-х Они ответили Пока что Взятыми Тремя подряд Сейчас будет Решающий момент Если Раунд берется То Это удержание Экономики И в принципе Хорошее преимущество Но если не берется То это минус экономика И снова СД будут на пятну Супать Так Пимп МСЛ пошел Давить Досю Но тот явно Этого не ждет Посмотрите Закрыл Закрыл Тем временем Холд на нуле Продолжается Попытка открыться На радио Ничем не закончилась И Результаты пока что СД на позициях Не показали Результативный момент Был бы Если Доси Убивал бы Пимпа О бой Вот Атрен Хороший Коконт Прудал По МСЛ Ангел Раскидывает Аплент Не взрывается Флешка Там где надо И По моему Там даже Две флешки Мимо пролетело Да Посмотрите Ого Флешки от Ангела Ну вторая Долетела Но типа Толку от нее Сколько Нисколько Правильно Один ушел в канал Один на планете Просто Был Даже не оштрафован Никак 35 секунд До конца раунда Пол стратеги Продолжается Вот эти Контролы Шифты Адрен Адрен Ой-ой-ой Увидел от стенки МСЛ Но в последний момент Не смог перевернуться В итоге его выбивает Маркелов Подхватит И Кучер Девятка Кучер подхватывает Видите счетного игрока Но это АВП И это ошибка Два в одного Остается Марик В последний момент Умудряется Просочиться на нижний план И по-моему Эйзи его просто сейчас накажет Маркелов Эйзи Бомба ставится Эйзи забирает Но Будут деньги Наверное будут деньги У СД Хотя Должен быть Эка Потому что Последнее рабочее бабло Потратили вот на этот раунд Что за жесть Что за жесть Ну видно что очень тяжело Идет игра В СД Видно что не получается Не получается перекрывать Не получается открывать Не могут выйти Собрано на Звено из двух человек Стоит в будке Тупит В итоге разменивается Потом с девяткой Вместо того чтобы выйти сразу Разменять плента Остаться в преимуществе на нем Как-то все Негладко И смотрите Нет Эка Нет Эка И точно последний бай Для СД Ну конечно же Если не будет бомбы Все таки 11 раунд Можно попробовать поставить Так пошла Залезака Как ее называют Некоторые залезака Обосрака Ну не допрыгнул Значит Обосрака Вот так вот Тут ничего личного Просто Ох посмотрите Какой ангел Просто Прямо бог Бог этого пространства На этой карте Ну ладно Запрыгнуть Запрыгнул Че дальше Что будем делать дальше Говорит сейчас Ангел Адрену И Начинается Раскидка улиц Минус Минус АВП Отлично Запирают за красным ящиком Играется проход Вот сначала Натопали Потом включают Шифты Думают То что сейчас Не догадывается Защита о том Что на самом деле Происходит Но все Все прекрасно знают Ангела зачекали Из-за красного ящика Накидываются флешки Ангел меняет Позицию Но датская команда Все еще даже не думала Перестроиться Они боятся то Что с нуля Кто-то будет заходить В спину Либо я не понимаю их Маневры 4 в 4 Ну с нуля Будет заходить в спину Судя по всему Это Ангел Так Доси проходит С Адреном длинный Кучер минусует МСЛ По-моему Это был фраг В спине Если я не ошибаюсь Да-да-да Принял туннель 4 в 3 18 секунд Я первый раз вижу Что по АСД играли Настолько медленно И вообще этот состав Такая нехарактерная Для них игра Пытаются Знаете Они вот пытаются Выбить клин-клином Обыграть Датчан Их же собственным стилем Чтоб тем стало тяжело Пинг 150 Я люблю тебя Говорит Адрен Забирает одного Из самых ярких Бомбардиров состава От 3D Max И это Очень важный минус У Эйзи тоже Ничего не вышло Также гибнет От Доси 6-5 АСД наступает на пятки Остается совсем Чуть-чуть Вот до конца Первой половины Буквально 4 раунда Включая этот И У 3D Max Нет денег Ну На 8-7 Даже можно Наверное Рассчитывать сейчас Украинской команде А вот Датчанам Можно будет Поставить Твердый Неут В игре За Дефенс Ну Опять-таки Вспоминая Вчерашний матч Немцев И Немецкая команда Маус и Спортс И АСД В верхней сетке На 4-й верхней сетке Там это было Так же эпично Адрен Минус Эйзи Хорошо Сыграл на рампах Вот с учетом Бинга 150 Но не смог Справиться с Бинпом Оно понятно Привет Привет Марик Маркелов Короче походу Попал вообще По всей команде 3D Max В этом раунде Потому что я смотрю Справа на Дэднотисе Там только Да-да-да Да-да-да-да-да По троим попадает Маркелов В этом раунде Там просто На Дэднотисе Сразу же Маркелов Везде в ассисте Просто человек ассист Человек ассист Человек чемпион 2-0 3D Max Вин Это повтор Кто-то пишет Я тебе скажу На самом деле Чувак То что Вот если честно 1-0 В пользу SD И ты не прав И вообще забанен Не везет тебе Ладно Эпичный кс Продолжается Глейв Рейлс Игра Отплантам Так Глейв Видит Смог На улице Важный момент Что же готовит Сейчас СД Это Раскидка Может быть Кстати Фейк Маркелов Излюбленный Трон Не проходит Улицу Дося Вот у Доси Не получилось И посмотрите Отменилась Атака на Аплант Пытается Реорганизоваться Сейчас СД МСЛ Защита успела Сыграть В контр Пуш Срампы Это 7-6 14-й раунд Первая половина Второй карты 1-0 по картам Для тех Кто только что Присоединился И не в курсе Как так получилось Но СД Но СД Кэпитон Кэпитон Не знает И не знает Где находится Пимп Любой стрейф Будет ошибкой Пимп Мажет С девятки Мажет Вторую Мажет Доси Его держит Третью Мажет Да это Сектор Шанс На барабане Просто Удачанина Руки Затряслись Затряслись Ручоночки И Доси Его просто Бомбит Минус 4 7-7 Говорил я вам Что это будет 8-7 В первой половине Ну вот так и надо Было играть Вчера с немцами Обычный Простой Стилек И все было бы Нормально И в итоге Доси Просто наказал Мы все рады Должны быть Что у СД Есть Доси Это вам не Сборная России По футболу Здесь последний момент Все сделал правильно И можно выиграть В первой половине Играя за атаку Это жесть Но несмотря на Все радости Болельщиков Команды СД И Любителей Просто соревновательного КСа Мы видим то что На последнем раунде Все таки 3дмаксам удается Отыграть Свой волевой бай И Сейчас ситуация В преимуществе Маркелов запирает Мейнреллс Не справляется Со стрельбой СП-250 Но невнимательно Играет Попадает под контроль Ангела И Сеня меня зовет Пошпилить Супер Адрен Минус 7-8 7-8 Друзья Ну СД тем не менее Забрали первую половину Несмотря на удачный Размен Казалось бы Для датчан Который мог Быть просто Ну Не знаю Вторым пришествием Для них И вторым шансом Но последние раунды Надо брать Опять таки Они на то И последние раунды Так 13-11 Настреливает Эйзи Составы команд Перед вами на экранах Я надеюсь Вы Все это прекрасно Видите 13 на 11 14 на 11 10 на 10 Глейв 10 на Так 9 на 8 Пимп МСЛ 9 на 15 МСЛ вообще не уверены Не на самом деле У него типа Смертей много Но Они все В основном Из-за его Опять таки Игры на позиции Очень ужасные Я считаю Что вообще Смотреть будку Например Напротив нее Сразу Это Классно Когда ты все Слышишь Все видишь Но вот С восьмерочки Наверное Если бы сидел Смертей Было бы поменьше Но тем не менее Это не отменяет Его эффективности Которую он показал В трех Или где-то В четырех Раундах Когда мы с вами Прекрасно Видели Что он вытворял С выходящими Из будки Игроками СД Ну Про Пимпа Сказать нечего Его Талант игры Со снайперской винтовки В этом матчапе Вообще Ничего Не показал нам За исключением Карты Инферно Где все-таки Пара сочных фрагов Было Вот Астана Экс Астана Дрэгенс Проявила просто Я не знаю Кураж какой-то Такое ощущение Что парни на кураже После первой карты Тяжелый Девятнадцать на десять Ангел в атаке При восьми взятых раундах Очень-очень жирно Одиннадцать Одиннадцать Адрен Девять на четырнадцать Маркелов Дось Девять на десять Семь на десять У Кучера Ну Более плановая игра Хэфэ пишет Рейлс Хэфэ Хэфэ от Адрена Ну и Три-две-одна Вторая половина Матча Три Де Макс С Де На второй карте Счет по картам Напомню вам Одинноль Первую за собой Оставили С Де Это было Инферно Нюк Пик команды Три Де Макс Третья карта Додас-два Если конечно же Потребуется Ну и сейчас Мы с вами узнаем Потребуется ли она Ну Тут опять же Двоякая ситуация С одной стороны Мы видим то что Три Де Макс Серьезно Серьезно Ну видим то что Их состав действительно Серьезный Есть такие парни Как МСЛ Глейв Которых не хватало Старлад В том сезоне Хэхэ Так Ну посмотрите Практически без шансов Они убирают Афлэнт Выпадом Но Вот Ниоткуда не возьмись Появился Доси Вдыш 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 Маркелов И два И два Не разбивается Вот в 1.6 Наверное уже Расстроился Когда бы упал Ну видно то что упал Расстроился И бомба снизу стоит И Марик Ее походу Нет Нет Косякища Косякища Ну да 4 на 4 Разменяются Они по раундам В принципе В первой половине Так Ну и 3D Max Выглядят Немного сейчас Какими-то Знаете Звонкими парнями Уж очень они Под барабанную дробь Любят ходить по улице Вот сейчас Яркий пример того Что их можно было Прочитать И хорошенько Примять Тем не менее Своеплановые фраги И позиционные SD Отыгрывают На ура На эко Но эта команда Еще известна Всем Своими вот Нехарактерными Эко-раундами Которые почему-то Берутся Зато важные Двайсные раунды Парни проигрывают Не везло Не везло Шэм Дося Вот это Заставил напрять Сейчас парней Остается Рейлз Ну и новичок Татской команды Пытается сейчас Уйти от прострелов По пяткам от Адрена Адрена не будет Делать выпады Кстати на втором арморе Адрам просто берет И уходит Спокойненько Кучер меняет девайс Адрен в этот момент Перестраивается на план Чтобы игрок нападения Никуда не делся И Кучеру нужно Сейчас не провтыкать И скорее всего Он провтыкает Ралза Ой Не провтыкал Посмотрел Какой тайминг 9-8 9-8 АСД все-таки впереди Но действия Ралза Тоже стоит выделить Он понял То что скорее всего Будет манцеваться И один уйдет Сразу решил Сыграть с контрпозиции Зайти в туннель Оставить эту ситуацию За собой Совсем чуть-чуть Ему не хватило Если честно Так-то все могло бы быть Ну и байраунд Байраунд Егор Маркелов Берет ТВП Вот это номер Ну номер пока что не очень Хотя Ну хотя Вот со второй Пуле он убивает Если вспомнить Пимпа Когда он стоял С девятки И не мог принять Стоящего на месте Дощу Просто с трех пуль То тут Явно колоссальный Мастер-класс И игра любителя СВП Какая реакция От Егора Ну 120 герц Видимо да Хэдшот в Эйзи Принимается улица Вообще без проблем Ждет Марик четвертого Но четвертого Здесь нет Ну и выход на рамп Рэлс Вау Полегче Так слышал То что ушел На 9 игрок защиты Я не знаю Чего сейчас ждут Датчане Ну МСЛ Ждет точно халяву А вот Рэлс Ему надо было Либо идти обратно В ноль Со своим другом Выйти на Либо пытаться Что-то сделать Ну Двайс может быть Сейчас подберет И попробует реализовать Думаю то что его На Двайсе ждут Но не тут то было Посмотрите Дося выстрел Всего 2 пули в Рэлзу То есть насколько же Молниеносно действовал Этот датчанин МСЛ вышел в спину Был закрыт И в принципе Рэлс отправляется Туда же От Адр на 10.8 Хорошее преимущество Вчера вот именно Такой игры не хватало СД Если вы помните То вчера в первых раундах Они просто не набрали В первой половине Не набрали нихрена Здесь же Вчера кстати Тоже был сайт фиг проигран Поэтому скорее всего Вчерашний фиг Со стороны Мауса Спорт С карты Денюк Был реально Показательным Они просто показали То что они эту карту Играть умеют И играют ее Очень-очень плотно Так Быстрый литер Который принимает Кучер, Адрон И все-все-все Кто хочет Ой-ой-ой Не ушел Вот этот новый пистолет Это великолепная ЦЗ И посмотрите Один в одного Маркелов против Глейва Жесть Глейв забирает Коль Дает гранату В Марика Ну Марик дергается Конечно Ой-ой-ой Обманули дурака На четыре кулака Прокидка флеша Глейв сделал вид То что сейчас будет Раскидывать Раскидывать мейн Дал даже Дал даже одну Предварительную флешку На каналку И сделал вид То что ушел Но на самом деле Никуда не ушел Сделал мув назад И спокойно дождался Наглого Маркелова Ну и в итоге Марик не совладал Чуть-чуть здесь с собой 14 на 17 Статистика Маркелова 3 MVP Так Ну 3D Max Сейчас вырвали шанс Для себя На самом-то деле Тем не менее У Марика Остается АВП АВП все еще в строю Оно будет Играться на сохранение Скорее всего Ну Теперь уже точно Сейф АВП Без шансов Для плента 3D Max Врыв скрипт Дефолтный Ну Дефолтный врыв Это когда Вот с первым респом Чтоб вы понимали Первый респ Просто вот здесь Вот остается И начинает зашивать Вот этот весь мейн А ваши друзья Спокойно выходят Со скрипа Под флешки Ну Первый в стеке Конечно же принимает Либо лево Либо вверх Кто идет Да Второй чувак должен Либо раскидывать Флешки сюда Ну короче Как в 1.6 Все то же самое Практически Только Не надо делать Мув с каналкой И уходить вниз Это не работает Ну и Марику Нужно засейвить Засейвит ли Маркелов Не Ну я бы его даже Искать здесь не стал За забором Где-то вообще Тут какой-то Переулок Помойка стоит Кстати здесь есть Старый баг Вот здесь раньше Можно было Подсадиться Так хоп Вот так вот И бегать вот тут Собирать улицу Собирать урожай Двайс на раунд В исполнении СД Счет 10-10 Датчане не сбавляют Оборотов И стараются Напрягать до последнего Но знаете Овертайм Кто проиграет Овертайм На этой карте Тот проиграет Все А к овертайму Здесь прийти тоже можно Так Фейк раскидка Аплантай В принципе удачный маневр Для 3D Max Вышли на пустые рампы Но тем не менее Информация проходит Достаточно быстро И как видимо СД понимает Всю прелесть происходящего Они знают то что придется Давать перекрестку Скорее всего Так вот попытка Минус Пимп Игра против вилки Маркелов Минус срался Ну вот теперь Не поиграешь быстро Когда Ой ой Кучер Попадает прострелом Весьма плотно И здесь сидит Ждет своего звездного минуса Но вряд ли мы его увидим Глэйв берет АВП Кучера И попробует Сейчас наказать Это кстати Дропнутая АВП Как я понял Которая уже Много качует Маркелов Ой ой Великолепно Ну и все Пока Рэлс Смотрите какой Живучий Взрывается Гранат Оставляет 2 хп Он убивает Марика Проходит Красный Оставляет еще Одного игрока Красным Практически Минус Адрен Ставится бомба Адрен должен делать Выпад Первым Боятся Боятся Жмутся Ребята И это жесть Кучер 21 хп Остается Как же они так Испугались Последним В АВП Эйзи Надо было Всего лишь Добить Эйзи даже Представляете Марика убил Потому что Отошел вовремя От граната Хотя он даже Не знал Что она летит Кинул сам гранату В Адрена Который тоже Чудом спался В итоге сыграл В размину Вы видели Как Кучер Испугался То что его Сейчас могут Пришить в канал И сразу Застрейфился Налево Страх Просто чувствовался В нажатии Его кнопок 11-10 Боятся Все таки СД То что Сейчас Их могут Развернуть Но С другой стороны Это единственная Команда Из СНГ Которая Это единственная Команда Которая Представляет СНГ Контрстрайк Сцену На этом Чемпионате Поэтому Было бы Наверное Очень Очень Обидно Покинуть Его в самом Начале Ивента Но Это уже Средняя Часть Турнира Конечно же Там Четверть Финала Нижней Сетки Но Тем не менее Так Вот Кучер Сейчас Не знает То что Знает Эйзи То что Знает Все Кто Знает Эйзи Эйзи Просто Легко И непринужденно Спокойно Выходит С двери Дает Еще пачку В девятку Тут вообще Полный набор Хедшотов Вообще Все Хедшотами Хедшот 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 И Последним Остается Капитан Команды Который Который Мог сейчас Нас удивить Но его Нашли В планете Без потерь Играет 3D Max Наступает На ноги SD И выбивает С них Экономику Ну что В бой Идут Одни Пистолеты Такая Стратегия Была У Экса Станы Некоторое Время Назад Что Будет Сейчас Пока Что Непонятно Интересные Действия Атаки Этот Раунд 3-4 Улица В четвером Будут играть Улицу Ну Антека Обычные Антека Стараются Не искать Себе Сейчас На Пятую Точку Приключений Но Оно Понятно Почему Они Боятся Они Просто Боятся То Что Могут Попасть Сейчас На Укрепление Так Профлешивается Ангар Посмотрите Какой Просто Педантичность 3D Max Подходит К проходу По улице Мудряется Наказать Рейлза Но Пимп Тоже Не промах Последний Одред Какое Это тяжкое Ожидание 12 11 Итак Встреча Продолжается И Команда 3D Max Пытается Сейчас Навязать Свою Игру Все Уже Идет Не в их Пользу АСД Принимает Влевое Но Конструктивное Решение Они играют Два Экономических Раунда Подряд В избежание Команда В избежание 3D Max на любой позиции, а вот ASD неохотно пока что выходит на точки. Так, ну MSL и REL вдвоем. Кучер, хороший пистолет. Ну вот, видно то, что скорее всего Кучер тренирует очень много сейчас игру свою с АВП, потому что я наблюдаю здесь следующую тенденцию. С пистолетом попадает очень четко. Обычно парней, которые играют с АВП... Пистолет должен стрелять так же, как и ВП. То есть так же четко, так же желательно в голову и сразу. Ну вот Кучер там набил уже нормально фрагов. 14-15. Ну из минуса такого плотного вылез. Неплохо. Ангел пока единственный, кто играет в плюс. В ноль сыграл Адрен. 14-15 Кучер. Доси 12 на 19. Доси просто не дают тащить. Ну вот для Доси ситуации 1 в 3 как раз были бы наверное очень-очень удобными, но мы здесь их так же не видим. 3D Max стараются заканчивать свои раунды практически за считанные секунды. Так, ну и сейчас какая-то повторная раскидка Аплантаз. Двойной волной атаки. Пошла вторая волна атаки. В этот момент так же играется в жесткий прогрев. Ну посмотрите, падает МСЛ в каналку в самый последний момент. Ну, Доси знает о нем. Доси знает о нем. Понимает, что тот не разбил. Принимается бомб-кэрри МСЛ. Минус Адрен уходит в длины. Глейв. Ну, за Доси, конечно, здесь идти. Проблема. Проблема. Маркелов! Еще раз! Еще раз падает бомб-кэрри у датчана. По-моему, они сейчас на вилке получат получат межглаз. Это война, господа. Это война. Так, Кучер пошел охотиться за МСЛ. Тот ушел на улицу. Самое главное не топнуть. Доси пытается занять все-таки вилку и оставить ее за собой, но проигрывает перестрелку. Эйзи! Датчане принимают решение сыграть Аплант, потому что есть сплит-заход, включая... Ну, был сплит-заход, включая мейн, пока МСЛ не сбрили. Но, тем не менее, на Аплант они могут выйти практически... Вот, вроде бы, выходили. В чем мать родила? Ангел, жим, минус, пимп. Важный фраг. Еще бы чуть-чуть, и тайминг был бы не на стороне Ангела, и фокус с двух девайсов достался бы ему таким эксклюзивом. Ну, все. Оп. Ну, вот эти сейчас линия Стреляйка. Увидел голову. Это... Эйзи, лол. 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 Просто лол. Полный лол. У меня нет слов. Эйзи тащит раунд, и 3D Max берут 14. У SD было все, чтобы развернуть ситуацию, закрыть за собой, попытаться догнать, но в самый последний момент неуверенно сыграли... Неуверенно сыграло звено Ангела в паре с Хучером. Анти-тимплей какой-то показали, но один чекнул, второй дождался, но оба игрока, во-первых, знали то, что чувак красный, потому что туда залетала граната прямо под его позицию. Знали, где бомба, знали все. Но что помешало им здесь не взять, я не понимаю. 14-11 и... Не знаю, SD вынуждены сейчас играть очень сложный девайсный раунд. Но тема в том, что другого здесь уже не будет. Отдача 15-го и 3D Max, по-моему, потом раздавят. Ну, экономика пострадает плотно, если здесь проиграть, и на последнем раунде бая просто не будет. ОСД. Ну, по факту, бай будет, но эффективность от этого бая будет нулевая. Опять каналка, опять все то же самое. Но на этот раз Эйзи, посмотрите, никто не принимает, он спокойно проходит длинный. Так, и бомба опять падает у Маркелова. Но уверенно играет Пим. Пытается убить спину. Кучер поджал, Пим закрыт, могут пройти по 9. Сейчас датчане. Но принято решение отхалдиться на вилке. Кучер уходит обратно на Аплэнд. Ну, вот это вот уже тупость от датчан просто неимоверная. И опять такая же ситуация, но на этот раз МСЛ и не Эйзи, поэтому ультра-хедшотов мы не видим. Жесть! 14-12, СД все-таки решили, по-моему, сейчас проявить характер и догнать своих соперников. Знаете, на самом деле сейчас самые тяжелые решения. Вот здесь если бы Кучер не ушел с рампов и продолжил бы давить, его бы так же разменяли и все было бы плохо, но у Эмиля опыта хватает непонимания, по-моему, игры. Ну, не упускают из виду СД пока что мелочи. Именно они им помогают играть без каких-либо тактических оборотов. Но тимплей чувствуется, тимплей чувствуется. Не то, что вчера. Вчера они были на Нюке похожи на какую-то, я не знаю, суперотбивную. Я бы хотел посмотреть на матч реванш. Такая возможность, я думаю, скоро будет на Старладдере. Такая возможность, возможно, будет и на самой Фнатик Фрагаут Лиге. Но пока мы будем про это молчать. Так, тимп. Ангел. Вот автодиректор показывает нам всех подряд. Как видим, занимается сейчас красный. Глэйв попробует промкнуть в мейн. Вот удается. Удается раскидать Аплент и выйти в нужный момент. Кучер. Маркелов. Кучер Маркелов. Вдвоем. Вдвоем. Просто без шансов казнят Плент. Но есть размен от Релза. Он опасный, но и упускает из виду поджим с рампов. Ангел убивает его. 14-13. Ну вот там шанса даже не было принять. Ну просто красавчики. Просто красавчики. Как там Марик подхватил. Это жесть. Давненько такого не видел. Вы хоть представляете 3D Max пошли на такой тактический риск. Раскидали мейн. Раскидали скрип. Вышли очень-очень успешно. Убили первых, но вот со вторыми не справились. И самое главное то, что Кучер в Пленте дождался. Просто дождался своего мяс-фрага, чтобы забить. И разыгрался инициативой. Это самое важное. И опен-фраги не помогли датчанам. 14-13 ASD, конечно, вновь вынуждены догонять. Но теперь ситуация полная жопа для датчан, потому что деньги начинают заканчиваться. Если сейчас команда проигрывает этот раунд, у них остается на 1 бай. И если 15-й раунд также отдается команде ASD вообще в Изи, Пизи, Лемонск, Визи, то на последнем они будут с нулем. Но мы не исключаем вероятность допов Маркелов. Так, ну вот первый допрыгался, второй допрыгался, третий тоже. Все пропрыгали, все пропрыгали всей бандой втроем в длинный. В длинном у нас играет Адрен, если я не ошибаюсь. Это плохо. Но Адрен, тем не менее, с пингом 150 справляется. И у него там реально 130-150. А вот Ангел сейчас сделает... Да! Почти. Почти доводит. Изи снова показывает свою блистательную датскую стрельбу. 2 в 2. Бомба в длинном. Изи в шоке. МСЛ в винтах. И весь расклад известен! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Развод на Марика и пока. Пока, человек! Гранаты и коль. 14-14. Месть. Месть за 26-й раунд от АСД. 29-й раунд перед нами на экранах. Игра просто кипит. Адреналин, по-моему, даже... Запах адреналина, наверное, сами игроки чувствуют. Он прям выделяется со всех сторон. Но мы не будем об этом. Мы будем о хорошем. АСД могут сейчас исправиться перед вчерашним Total Null Dimination и вытащить. Вытащить со счетом 2-0 по картам. Шанс есть. Перед болельщиками, не передо мной. Но Датчан стоит отметить. Эйзи просто нереально играет. Очень, очень у него суровая игра. Вот Слепу показывает просто безумную в сериях. В нескольких хаундах ситуациях 1-2-1-3. Он выигрывал. Ну и здесь, по-моему, Эйзи-4. АСД. О-ло-ло. Бомба подлетает к Адрену. Но вот если бы можно было ловить в CSGO, он бы ее поймал и сказал дай пять, брат. Но этого не произошло. Пим последний в живых. Ну, 3D Max, конечно, сейчас не особо сильно, такому повороту событий и пытаются его выманить. Представляете, сейчас минус 5 будет. Надо было ножом. Ножом надо было. 15-14. 15-14. Просто, о мой бог. Кроволольники из ЭСД. Полные кроволольники. Ну, знаете, вот рак на горе свистнул для них уже. По-моему, если с нижней сетки не проходит Фнатик Лиги до стадии Гранд Финала, то это будет вообще очень смешно. Но не будем забывать, у ЭСД еще впереди Старладдер. Так, что касается 3D Max. Мне кажется, что это... Ну, вот сейчас будет отворот-поворот, ребятки. Потому что Маркелов на ВП не дал того же результата, что и на кольте. Аплент занят. Занят в глухую. Ну, вот пока удается Ангелу сдерживать как-то на планте игроков атаки. Но, опять же, игра неаккуратная. 2 в 3. Дося. Отпатил, ушел. Маркелов будет действовать с Мэйна. Ждут дым. Времени, в принципе, еще достаточно. Есть диффузы, поэтому, я думаю, здесь запарок каких-либо нет. Марик. Ждет Мэйн. Понимает то, что сейчас на чек пойдет. Глэйв. Но Глэйв так аккуратно играет, что просто слов нет. Смотрите. Расстреливает Глэйва. Бомба ставится только-только. Глэйв уходит в темку. Дося его дергает. Глэйв не рискует. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. И право в динамили. Пимпа. Пимп. Сплэнта. Два девайса. Давит Марик. Это пистолет. Какой провал от 3D Max в последнем раунде. Какой провал. Они должны были его принимать. Все шло к тому, но не тут-то было. 2-0 по картам. СД одерживают победу. И это, по-моему, их первая значительная победа в этом соревновательном сезоне. Поздравим этих парней. Составы команд перед вами еще раз на экранах, друзья. Эх, Фнатик Лигу, Counter-Strike, Global Offensive. Сегодня с вами смотрел Слэм. Я надеюсь, этот матч вам понравился. Будем ожидать следующих встреч команды АСД. По расписанию трансляции, коверейч трансляции Starluder TV в исполнении меня и страйка вы можете следить на csgo.starluder.tv Подписывайтесь на социальную сеть, на страницу в социальной сети vk.com sl4mtv и vk.com slash kssltv Ну и сегодня, на сегодня у нас все. Тем не менее, пробегусь по расписанию и поведаю вам то, что сегодня вечером, уже даже сегодня, да, в России два ночи. Так, Клан Мистика Штукей, это, как я понимаю, да-да-да, Клан Мистика Штукей завтра. Мы будем его смотреть с вами. Фнатик Фрага от Лига, 21 час на матче, было три. Матч нижней сетки также на выбивание. В 20.00 вас будут ждать отборочные с ЕМС, и, скорее всего, мы будем смотреть H2K ТБА, поэтому один матчик будет интересным, второй не знаю. Все, с вами был Слэм, всем всего наилучшего, пока, и последняя песня будет специально для вас, дорогие. Слэм. Слэм.